МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Арнольд Порисович, федеральная антимонопольная служба образовалась 15 лет назад, а само ведомство появилось еще в 90-х. Вы стояли, скажем так, у истоков образования. Расскажите, каким оно было? Вначале был создан государственный комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. В Рязани он был создан в 1992 году. Мне как раз пригласили возглавить этот комитет с нуля, начать формирование этой службы. Значит, комитет имел численность, я не помню, 14-15 человек, и требовалось начать работать с точки зрения антимонопольного регулирования. Но, во-первых, надо отдать должность, что работа была очень сложной, в связи с тем, что мы никогда не занимались вообще в России антимонопольным регулированием. И такие понятия, как доминирующее положение хозяйствующего субъекта. Ведь борьба идет не с монополиями, а идет борьба с проявлением монополизма. Это совершенно разные понятия. То есть хозяйствующий субъект, который занимает определенную долю на рынке, он может устанавливать свои условия, не пускать других на этот рынок и так далее. Вот эта задача антимонопольная служба. Если сравнивать задачи, то, что было вначале, сейчас они значительно отличаются. Потому что на период, когда я возглавлял антимонопольную службу, стояла задача приватизации. И нужно было создать хозяйствующие новые субъекты, а для государства создать частные предприятия. В общем, было много проблем возникало. Почему? Потому что каждый руководитель предприятия пытался что-то себе больше взять, чем ему полагалось по закону. Мало того, тогда каждое подразделение предприятия имело право создать самостоятельную структуру предприятия. Я вот когда готовился, вспомнил, такое у нас было УМ-6, входило в Трест-Рязань-Строй, и она решила выделиться. И помню, мы даже, как должны были поддерживать, мы были против выделения. Почему? Потому что тогда было условие, что можно выделять только те подразделения, которые работают на основное предприятие менее 30%. Тогда можно выделять. А если больше 30%, то это непосредственно структура того предприятия. И надо сказать, что первые годы у нас, чем бы я отличал, у нас была тесная контактная такая работа с органами с другими. Я имею в виду с прокуратурой, с управлением внутренних дел. Тогда был 6-й отдел, это была борьба с коррупцией. Потому что тогда проблема коррупции очень резко стояла. Когда идет приватизация деления, всегда возникает очень много проблем. Я вот сейчас вспоминаю, что у нас там в Спаске там руководитель отдал магазин бесплатно своей супруге, когда начинаешь смотреть документы. И одним из документов, вот из работ на правление была борьба с коррупцией. То есть, что мы делали? Мы выявляли все новые хозяйства и субъекты, смотрели, кто их учреждает. Есть ли какие связи с родственниками? Готовили материалы, передавали в прокуратуру. Все проводили. Или 6-й отдел собирались и обсуждали, что делать будем. Вот один, видишь, что делать. Это вот жена его, а это вот он сам. Вот эти очень много. Вот результаты этой работы, я могу привести такие цифры по памяти. Где-то вот за 92-й до 94-й год, когда меня обратно забрали в это правительство. У нас было хозяйство, и количество хозяйственных субъектов в Рязанской области выросло где-то с 4,5 тысячи до 11,5 тысячи. Причем частных предприятий увеличилось в 5 с лишним раз, где-то до 6 раз. Это большой объем работы. И надо сказать, что вот я подключал своих знакомых ученых. В этот судам было очень трудно работать, разбираться. Я был вынужден написать книгу, так называется антинопольное регулирование. Я написал ее совместно с доктором Науком, я, знаете, Валерий Ильич Терехин тогда. Мы с ним вдвоем ее написали. Ну, а так как сдавать надо было, я в администрации говорю, вот так, мы будем проводить совещание? Будем. Давайте книгу издадим, и каждому участнику совещания, каждому району, вот вас там 4 сейчас, мы ее раздадим. Ну, от вас это раздадим, если проще. Людей надо учить. А основная работа в чем? Ведь там не только монополия, монополист с точки зрения повышения цен. Я тогда вот приводил пример, есть еще понятие монопсония, когда является единственным потребителем продукции. Я имею в виду, что вот, и в книге я писал, и вот рассказ на пресс-конференции, что, предположим, молочные предприятия небольшие, они могут молоко сдавать только на один объект, экономически выгодный, не будут они молоко ввести, давайте, в Москву. Тогда монопсония. А в это время молочный кабинет ликтует цену. Поэтому рассматриваю, что, ребята, вы монополисты, монополисты. Мы составляли реестр, сейчас он как называется, монополистов, или там предприятий, хозяйский субъект, которые имеют более 30% на рынке определенного товара и в определенных границах. И устанавливали контроль. Я не знаю, сейчас есть ли отчетность, но раньше была отчетность. Эти предприятия, включенные в реестр, дают отчетность. И они не имеют права сами повышать цену, снижать объемы поставки там, и так далее, и так далее. Они постоянно были под контролем этих напольных органов. Так что работа довольно интересная была. И сейчас, мне кажется, база такая очень серьезная была. Сейчас тоже не в своей проблеме есть. Но вот то, что для нас, несмотря на то, что довольно высокий потенциал был, и сейчас, я не знаю, как они с властью работают, но нельзя работать любому органу без связи с другими. Ну, у нас должны были деловые отношения просто идти. Потому что, да, у нас не постоянно то, что шестое дело, и на шестое дело уже сейчас нет, вот разбирались. И писали, что вот это вот ваш руководитель какой-то службы. То военпред оказывался владельцем контора, он военный служеб, государственный служеб, он не имел права. Тогда был и такой вопрос стоял, что он может владеть акциями, предположим, но не может быть учредителем этой организации, то есть влиять на решение этой организации. Так, пожалуйста, получай там акции, там, не имея акции, но не имеешь права влиять на работу. Вот такие привитные проблемы стояли, они довольно серьезные. Ну, пока решали вот. Арноль Борисович, вот вы рассказали прям немножечко интересных случаев, какие были, может быть, вспомните еще какие? Ну, вот я говорю тогда, вот сейчас в каждом магазине водка есть. Но если вы вспомните те годы, могу напомнить, что водку, для того, чтобы получить водку, нужно было иметь справку из ЗАГСа, что ты подал заявление, и тебе давали ящик водки за свадьбу. Я не буду называть фамилию, потому что непроверенные данные. Один известный сейчас рязанский предприниматель, когда его спросили, как ты заработал первичный капитал, он говорит, 20 раз я заявление подавал в ЗАГС, получил водку, реализовал, но в лес создался бизнес. Я думаю, а я-то чего тогда не подавал заявление? Понимаете? Другие условия. И вот учитывая, что это дефицит, то ликеры водочные заводы говорили торговой сети. Ребята, мы вам поставим водку, но вы от своей торговой выручки перечислили нам деньги на развитие производства. Мы будем развиваться, больше вам водки давать. Но это же тоже было проявление монополизма с точки зрения, он вводил в свои условия, договорные условия, условия, не относящиеся к предмету договора. Вот такой вот пример был. Вот молочный кабинет, и вот еще сказал. Ну, сейчас очень трудно, конечно, вспоминать детали такие вот. Ну, довольно много дел. Сейчас другое время, сейчас водки не надо уже взять, мне кажется. Хотя там было много, в Рязани, это ликеры водочного завода, по-моему, 15, сколько-то вывел, сейчас их черт не стало, куда-то не делись. Вот такие вот вопросы. Они сейчас по-другому воспринимаются. Ирина Александровна, а вот как выглядит и работает ведомство сейчас, в настоящее время? Ну, безусловно, если сравнивать с годами, когда только основалось интимонопольное ведомство, произошли кардинальные изменения. Сейчас мы не пишем для себя законы, мы не пишем программы, мы не изменяем существующую экономическую реальность. Мы защищаем то, что есть, и мы развиваем конкуренцию дальше. Вот Арнольд Борисович рассказал несколько интересных случаев из своей практики, времени начала работы антимонопольного ведомства. А что сейчас интересного происходит? Здесь нужно, наверное, применительно к каждым сферам отрасли экономики выявлять, рассказывать интересные случаи. В настоящее время и, наверное, в течение всего времени антимонопольная служба особое внимание уделяет сфере электроэнергетики. Почему? Потому что любой товар мы с вами можем заменить. Если нет возможности отапливать дом посредством газа или передачи тепловой энергии, то мы обращаемся к электрической энергии. Если нет электрической энергии, отключается какое-то производство и так далее. Поэтому вот как раз сфера электроэнергетики это та сфера, где возникает много-много вопросов. А предприятия, которые действуют на этом рынке, они оборадают огромной рыночной властью и могут влиять на своих потребителей, если это оставить без контроля. Поэтому Федеральная антимонопольная служба каждый год рассматривает несколько дел применительно к сфере электроэнергетики. Что является актуальным в последнее время? Сейчас на разрешение стоит вопрос о разделении аффилированных предприятий, которые прежнему до настоящего времени нарушают запрет о совмещении видов деятельности. Что это значит? Еще в 2003 году началась реформа в сфере электроэнергетики. Суть которой состояла в том, что предприятия, которые занимаются генерацией электрической энергии, передачей ее по электрическим сетям, и продажей конечным потребителям не могут эти три вида деятельности совмещать. И раньше было так. Раньше существовали крупные предприятия, которые абсолютно на всех этих этапах действовали. Начиная с 2003 года, виды деятельности разделились, и предприятия, которые совмещали эти виды деятельности, они должны были передать что-то. Оставить для себя либо передачу, либо производство, либо продажу. Остальное передать другому предприятию. И эта реформа успешно двигалась, но на территории Рязанской области до настоящего момента существует два предприятия, аффилируемых между собой, которые такой запрет нарушают. Это муниципальные городские распределительно-электрические сети, МУП, и общество с ограниченной ответственностью, Рязанская городская электросетевая компания. В 2018 году Федеральная антимонопольная служба управления по Рязанской области вынесла соответствующее решение, выдала данным предприятиям и администрации города Рязани предписание о прекращении нарушений федерального законодательства. В настоящее время как раз на контроле антимонопольной службы расстоит вопрос по исполнению этого предписания по разделению видов деятельности. Это один из эпизодов в сфере электроэнергетики. Далее, наверное, стоит отметить дела, которые антимонопольная служба возбуждала в отношении гарантирующих поставщиков. Это крупнейший гарантирующий поставщик Рязанская городская электросетевая компания. И здесь острые вопросы возникают при отключении каких-то объектов в связи с задолженностью. Для населения Рязанской области прежде всего интересным является, ну, значимым, да, является вопрос, когда гарантирующий поставщик может отключить многоквартирные дома за долги, которые возникают, например, у домоуправляющих организаций. Либо там многоквартирный дом, либо места общего пользования. Но если на федеральном уровне уже существует выработанная позиция о том, что, конечно, весь многоквартирный дом отключать ни в коем случае нельзя, и каждая конкретная квартира не отключит от электричества, то существовала некая неясность с местами общего пользования. И как раз Рязанская городская электросетевая компания в 2017 году отключила в многоквартирных домах Рязанской области, это было несколько муниципальных образований, порядка 40 домов, подъездное освещение. Домоуправляющий компанией имел долги за оплату электроэнергии местах общего пользования, и как раз воспользовавшись недостаточной точной трактовкой законодательства, гарантирующий поставщик места общего пользования отключил, и жители многоквартирных домов не какой-то период времени добирались до своих квартир в темноте. Антимонопольная служба дела нарушения антимонопольного законодательства возбудила, и мы пришли к такому выводу, что эти действия незаконны, и что гарантирующий поставщик не имеет права отключить электрическую энергию без исследования вопроса о том, имеется ли задолженность у каждого собственника квартиры. И если есть жители, которые не имеют долгов перед домоуправляющей компанией, то гарантирующий поставщик уже даже при наличии задолженности перед ним не может отключить места общего пользования, иначе это приведет к ущемлению интересов граждан, нарушению их конституционных прав на жилище. Решение мы вынесли, и оно прошло судебную проверку, поэтому мы надеемся, что впредь таких ситуаций мы не получим, поскольку наши выводы могут быть как прецедент для остальных организаций, могут быть использованы. Также значимым является вопрос, когда отключают от электрической энергии объекты социального назначения. И в Рязанской области мы встречали эпизоды, когда отключали артезианские скважины, которые участвуют в оказании централизованных услуг водоснабжения и водоотведения на территории каких-то поселков. Когда отключали от электричества вышки сотовой связи, и в результате этого тоже оператор связи не мог передавать сигнал качественно. Конечно, вот такие вещи недопустимы, и несколько дел, которые мы вынесли в 2018 году, и которые также прошли судебную проверку, они позволяют нам контролировать гарантирующих поставщиков и впредь не допускать подобные нарушения. Ирина Александровна, Роман Борисович, спасибо, что стали сегодня нашими гостями, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня, и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова